Проверка на толерантность. Гей-парад в Одессе сегодня прошел под лозунгом «Слава Украине! Ривность и слава!» Почему представителям ЛГБТ-сообщества пришлось изменить маршрут? И помогло ли кольцо полицейских избежать столкновений? Расскажет Андрей Анастасов. Полтысячи полицейских и бойцов нацгвардии. Несколько кварталов перегорожены решетками. Марш равенства, так называется мероприятие, проходит в условиях повышенных мер безопасности. Около сотни человек собрались здесь, чтобы привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества. В первую очередь выступают против гомофобии. Очень часто мы наблюдаем, когда в университетах открытых геев, открытых лесбиянок преподаватели, которые исповедуют так называемые традиционные ценности, подвергаются дополнительному прессингу. Выкрикивая лозунги, колонна ЛГБТ-активистов движется по Приморскому бульвару. Двойной кордон силовиков, чтобы к ним не смогли прорваться оппоненты. Коханя, немае стати! Марширующие должны были пройти до Думской площади и там провести митинг. Но в целях безопасности полиция сократила маршрут. Митинговали в итоге у памятника Дюку де Ришелье. Сюда же пришли и активисты националистических организаций. Голубят, ЮГЭ! Голубят, ЮГЭ! И пришли они сюда с акцией протеста. Считают, что такие марши – это пропаганда гомосексуализма. Это нормально, в час, когда в Украине война. Голубцы на Сходе гинули не для того, чтобы тут геги ходили. И вообще, эту проблему нужно решить дома, в себя в лечку. Не нужно ее вносить на публику. В отличие от прошлого года, столкновений удалось избежать. Дискуссия велась лишь на уровне слов, зачастую нецензурных. Один человек за оскорбительные высказывания был даже доставлен в райотдел полиции. Но после разъяснительной беседы его отпустили. Для ЛГБТ-активистов полиция сделала коридор. Они сели в автобусы и уехали. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.